Вопрос Белого цвета Такая же белого цвета Но разбирать мы ее не будем Но Значит в чем заключался вопрос К сожалению Не знаю как Как тебя зовут Меня зовут Юра Вопрос Был в следующем Ты спрашиваешь Какая высота У первой струны На двенадцатом ладу Есть вот такая вот Карточка На которой есть Ну рекомендованные высоты К примеру Вот допустим Есть электрогитара High и Low Значит тут видно что у нас Два таких Два стандарта Чуть повыше и чуть пониже Мы посмотрели И здесь Вот в этом стандарте Получается высота Где-то 1.3-1.5 Миллиметров Между Ладом и струной Сейчас покажу Можно Если у кого-то карточки нету Возьмите просто медиатор К примеру К примеру К примеру К примеру Вот такая Единичка Толщина И Смотрим Подставляем И вот Видишь Собственно говоря У нас В данной модели Высота струны На 12-ом ладу 1 миллиметр Мы пользуемся Медиатором Как щупом Так Если же Если же Если же Почему Лео Фендер Как ты говоришь Рекомендовал Высоту Первые струны Ну во-первых Он не был музыкантом И в то время Не нужно было Слишком низко Опускать Для тэппинга Для Каких-то Определенных Стилей Струны Не надо было Так низко Опускать И Еще один момент У Лео Фендера Первые гитары Были с радиусом 7.25 Дюймов То есть Вот этот вот Радиус Вот такой вот 7.25 Дюймов Не дает Возможности Опустить Ниже Струны Почему Потому что При Вот сюда Вот на При бенде Может быть Не очень Хороший Эффект То есть Если Кстати Давай сейчас Посмотрим У нас здесь Какой у нас Накладка 10 10 10 или 12 Сейчас посмотрим Нет 12 Значит Здесь Накладка У нас 10 То есть Радиус Намного Больше И Теоретически Чем больше Радиус Тем Тем Ниже Есть Возможность Опустить Струны Чтобы Было При Бендах Соседние Соседние Лады Не Глушили Струну Можешь Мне поверить На слово Если Опустить Гитару Опустить Струны На гитаре С Радиусом 7.25 То У нас Получится Совсем Плохой Эффект Вот Что-то Подобное Вот Эта Высота Это Уже На грани Фола Вот Поэтому В чем Вопрос Какие Какие У тебя Проблемы И Почему Ты Не Можешь Опустить Меньше Двух Миллиметров Это Может Быть Если Если У тебя Как раз Вот Этот Эффект Получается Тут Может Может Быть Вопрос В том Что Гриф Имеет Ну Он должен Иметь Прогиб Вот Такой Вот Прогиб Мы уже Неоднократно Показывали Как Нужно Проверять На первом Ладу И там Где Гриф Крепится Корпусу И по Центру Зазор Должен Быть 0206 Миллиметров Вот Но Может Быть Такое Что Гриф У тебя Будет С Хорошим Прогибом Но Высота Этих Ладов Будет Намного Выше Нежели Здесь И Тогда Приближаясь К 20 Ладу У нас Как раз Лады Будут Иметь Касание Поэтому Если Если у тебя Такая проблема Тут Нужно Сделать Наоборот Не подкладывать Бумажку Как ты хотел Делать А Наоборот Опустить В смысле Убрать Бумажку Максимально Закрутить Ну Сделать Так Как должно Быть Вот Выровнять Анкером Этот прогиб С Минимальным Зазорчиком И уже Потом Работать Высотой Высотой Бриджа Сухариков Вот Это Поднимать Здесь Надо Будет Вот Ну Если Если Тебе Поможет Мы Будем Рады Вот Про Карточку Я Сказал Но Не Показал Какая У нас Высота Значит Смотри Первая Струна И Двенадцатый Лат Есть Да Видно Это Где-то Высота От Одного Миллиметра До Полутора Если Быть Точным Ну Собственно Горя Вот Как раз Этот Радиус И Дает Возможность Опускать Не Ниже Если Я Ниже Опущу То Будет Нехорошо Шестая Струна Вот Здесь Ну Наверное Чуть Чуть Больше Где-то От Полутора До Двух Миллиметров Вот Здесь Вот Этот Стандарт Это Уже Для Инструментов У которых Радиус Может Быть 16 14 16 Дюймов Вот Это Как раз Мы уже Говорили Чем Меньше Чем Меньше Радиус Тем Выше Струны Чем Больше Радиус Меньше Это 7 25 Самый Маленький Радиус И На Сегодняшний День Ну В основном Это 16 Дюймов Это Таких Там Ну В основном Это Эбонезы Модерновые Вот Если Хочешь Чтобы У тебя Минимально Были Опущены Струны Там Для Теппинга Или Еще Для Каких-то Там Определенных Стилей Тогда Ищи Инструмент С Максимально Большим Радиус Накладки Пока